В связи с особенностью развития сегодняшней пандемии, особое внимание, конечно же, приковано к показателям смертности от болезней органов дыхания и пневмонии, как одного из основных осложнений COVID-19. В сравнении трехлетний аналогичный период также отмечаем сохранение уровня смертности от пневмонии на уровне среднестатистических значений. На слайде вы видите за апрель месяц смертность от пневмонии. И мы должны удержать эту тенденцию в будущие месяцы, несмотря на все трудности, связанные с пандемией. Да, отмечается рост заболеваемости пневмонии, но это результат внимательного отношения жителей к состоянию своего здоровья и своевременного обращения за медицинской помощью и, конечно же, результат профессионального оказания медицинской помощи. При этом хочу заметить, что пневмонии могут быть различной теологией, не только ковидной, но и бактериальной, грибковой, а также вызванной другими вирусами. Уважаемые коллеги, сейчас очень важна роль информации. В условиях вирусной пандемии мы столкнулись с такими явлениями, как информационная пандемия. Врагом не менее опасным, вызывающий деструктивное настроение в обществе и в конечном итоге может привести так называемым по медицинским показаниям синдромом панических расстройств и депрессии. В связи с этим хотел бы призвать всех не поддаваться на провокации. Сейчас распространяется огромное количество ложной информации, так называемых фейков, которые дестабилизируют и дискредитируют работу медицинского персонала, системы здравоохранения в целом, которые, повторюсь, сейчас находятся в полувоенном положении. Лиц, которые распространяют подобную информацию, все они, конечно, анонимны, я призываю их обратиться в Минздрав, и мы покажем и расскажем им, в каких условиях работают медики и какая помощь оказывается пациентам, если, конечно же, они не боятся и не трусы. Я утверждаю, что все данные о количестве больных, зараженных, умерших являются объективными и достоверными. Мы работаем в едином регистре, где учитывается все и вся лабораторная, инструментарная диагностика, клинические симптомы, медицинские назначения, к сожалению, патологоанатомические экспертизы. Показатели отслеживаются и мониторируются Минздравом России, Роспотребнадзором, Росздравнадзором и прокуратурой. В лечении COVID-19 мы применяем все рекомендации, утвержденные Минздравом России, используя самые эффективные методы, вплоть до, в случае необходимости, экстракорпоральной мембранной оксигенации, то есть искусственные легкие. Еще раз хочу отметить, что благодаря принятым правительствам Республики Мир удалось сдержать ситуацию с распространением COVID-19, и сейчас система здравоохранения развернута, готова к приему пациентов. Мы усилили приказ Минздрава России. Все ковидные госпиталя и не ковидные госпиталя работают в одном режиме, в той же системе защищенности. Но, уважаемые коллеги, еще раз говорю, ослабляться нельзя. Дисциплина, соблюдение мер безопасности и порядок – вот основные требования нашего времени. И в конце своего выступления, пользуясь возможностью, хочу поздравить всех с наступающим великим праздником, праздником 75-летия Победы, пожелать здоровья вам и вашим близким. А в современных условиях пандемии и войны с невидимым врагом, я уверен, Победа будет за нами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...